Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим свинину с овощами в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 700 грамм свинины, я взяла поджарку, она у меня уже порезана, 450 грамм капусты, луковица весом 150 грамм, 2 дольки чеснока, 250 грамм сладкого болгарского перца, 350 грамм помидор, 80 грамм майонеза, он у меня домашний, можно заменить на сметану. Из специй я буду использовать приправу для свинины, соль и подсолнечное масло. К свинине добавляем 2 третьих чайной ложки специй, чайную ложку соли. Все необходимо хорошо перемешать. Свинину оставляем в сторону мариноваться. В это время приготовим овощи. Достаточно крупно нарезаем лук, вот таким образом, то есть на четвертинки и полукольцами. Порезанный лук можно сразу добавить к мясу. Еще раз все хорошо перемешать. Перец порежем достаточно крупно, то есть разрезаем наполовину и вот такими полосками нарезаем. Можно использовать как красный, так и зеленый перец. Капусту нарезаем крупно, примерно вот так. Мелко нарезаем чеснок. Чеснок сразу добавляем к сметане или майонезу. Еще раз повторюсь, у меня домашний майонез на яйце. Все перемешиваем сразу. Осталось нарезать помидоры. Помидоры, как и перец, нарезаем полукольцами. В чашу мультиварки наливаем столовую ложку подсолнечного масла. Далее выкладываем мясо с луком. Сверху на мясо выкладываем помидоры. Далее капусту. Капусту сверху слегка присолим. Пол чайной ложки достаточно. Далее выкладываем перцы. И сверху все поливаем майонезом или сметаной. Воду я не добавляю. Во время приготовления овощи дадут сок. Но чтобы мультиварка могла работать, будем готовить на режиме мультиповар 100 градусов, потому что часто мультиварки на режиме тушения отключаются из-за отсутствия воды. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме мультиповар 100 градусов. Добавим время. Нам необходимо 1 час 20 минут. Так как температура небольшая, нам необходимо, чтобы мясо и овощи успели приготовиться. Вместо режима мультиповар можно использовать режим тушения. Итак, время истекло. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Теперь можно все перемешать. За это время мясо стало нежным, сочным. Овощи сохранили свою форму, но при этом хорошо приготовились. При подаче блюда необходимо посыпать зеленью. Добавим свежей зелени. Мясо получается нежным и сочным. Во время приготовления оно пропиталось вкусом и ароматом овощей. Овощи сохранили свою форму, но при этом приготовились, получились очень вкусными. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok